Приветствую вас на конференции Highload Foundation. Меня зовут Григорий, я деврел компании Euron и у нас в гостях Сергей из компании Sibur Digital. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе, чем занимаешься и что ваша команда делает в Sibur Digital. Да, привет еще раз, меня зовут Сергей, я из компании Sibur Digital. Мы занимаемся автоматизацией процессов, то есть, наверное, 3-4 года назад у Sibur начался процесс цифровизации и Sibur понял, что ему нужна внутренняя экспертиза, что мы хотим не покупать какие-то коробки, да, не только покупать какие-то коробки, а мы хотим разрабатывать внутри всевозможные продукты, которые смогут оптимизировать, улучшить взаимодействие с компанией. Чем занимается Sibur как компания? Вот вы цифровизируете что? Ну, Sibur — это нефтехимическая компания. Ммм, реальный сектор, найс! Что делает нефтехимическая компания для тех, кто далек от реального сектора? Ну, все, наверное, каждый день сталкиваются с этой продукцией. Самое популярное — это всевозможные пластики, то есть пластика у нас очень много — дом, машина, телефон, все, что окружает вокруг нас — это пластик. То есть, по сути, вы производите пластик? Не только. Это один из продуктов, да, помимо этого — это каучуки, пленки, ну, то есть всевозможная продукция, которая вот действительно окружает нас. Просто все привыкли думать, что пластик, наверное, только пластиковые стаканчики и еще что-то, да, но все забывают, что вокруг нас очень много пластика. Давай поговорим о месте IT в производстве пластиков и других полимеров, потому что, ну, в моем очень простом мире, человек, который бесконечно далек от реального сектора промышленности, завод по производству пластика — это что-то такое огромное, площадью в несколько сотен футбольных полей, где стоят такие старые-старые металлические станки, знаешь, крутятся шестеренки, там огромные баллоны, в которых что-то происходит с газом, и вот в конце у нас получается там пластик или пленка, которые грузят в вагоны, и дальше эти вагоны по всему миру разъезжаются. Зачем здесь IT? Что вы делаете? Мы автоматизируем процессы. Я могу рассказать один из примеров продуктов. У нас есть продукт АИР — это обходы и ремонты. Что это такое? На любом производстве очень, ну, такая основная история, что нужно проходить и смотреть, все ли хорошо с оборудованием. То есть автоматика — это прекрасно, но может быть холодно, может быть снег, может быть лед, и все равно визуально нужно пройти, посмотреть, что условно там огромный насос или какой-то станок — все с ним хорошо. И если до этого это происходило каким образом? Человек шел с бумажкой, что-то записывал в журнал и так далее, то сейчас есть отдельный продукт. Человек берет мобильный телефон, специальный мобильный телефон. У нас закуплены взрывозащищенные устройства, потому что разная среда и даже, ну, малейшая искра, ну, может вызвать не очень благоприятные последствия. И у человека показано, где ему нужно пройти, что ему нужно посмотреть. Плюс, когда он подходит к каждой установке, он может считать метку, сделать фото-видео, записать, что-то, сказать, где проблема, либо починить ее на месте, либо сказать, что есть проблема, и нужен ремонт. В этот момент это все сразу складывается в общую систему, мы сразу же можем увидеть, что есть какая-то проблема. И в этом же продукте есть второй продукт — ремонты. То есть это тоже очень важная история, потому что, ну, оборудование имеет свойство ломаться. О, да. Это продукт, который показывает нам эффективность в момент, вот, как у нас вообще происходит ремонт. Сколько он идет по времени, сколько он стоит, какие есть этапы и так далее. То есть точно так же есть система, есть мобильный телефон. И если мы видим, что что-то сломалось, у нас сразу выгружается вся информация, как это нужно ремонтировать, есть ли у нас сейчас доп. какие-то, ну, вещи для ремонта или нет. Человек открывает телефон, видит сразу этапы, какие у него есть, и приступает к ремонту. И в конечном итоге мы видим, что, например, ремонт этой установки у нас занимает, там, энное количество часов в дни и так далее. И мы можем увидеть, как можем оптимизировать этот процесс. Да, например, не знаю, нам долго шли какие-то запчасти от поставщиков. Или в целом сменилась команда, и она делает это дольше. Плюс мы можем предположить, что у нас будет в будущем. Это вот один из продуктов, который связан именно с мобильными устройствами, и который реально действительно сейчас работает на заводах. А ты, получается, занимаешься мобильной разработкой, да? Да, я занимаюсь мобильной разработкой. Мой основной продукт – это корпсеть. Скажи, а вот, когда ты занимаешься мобильной разработкой для реального сектора, это как-то отличается от того, что вот ты раньше делал для каких-то других компаний? Вот есть какая-то специфика от того, что ты пишешь апы, которые используют рабочие и менеджеры на заводе? Безусловно. Ну, то есть это немножко другой подход, что ли. Ну, чаще всего, ну, я работал в разных компаниях, и чаще всего, когда мы разрабатываем какие-то продукты, они не сильно приближены к земле, да? То есть они вот цифровые, все классно. Мы нажали кнопочку, что-то произошло, кому-то пришел заказ или какую-то подписку оформили. А здесь ты понимаешь, что это продукт, который реально работает на огромном предприятии, да, где куча каких-то установок, где стоят, не знаю, огромная труба, туда заходит куча попутного газа, огромное давление, температура, из этого каким-то магическим образом появляется пластик, вот. И вот эта возможность сделать какую-то автоматизацию, да, сделать что-то удобное для людей в реальном секторе, это достаточно интересно. Устройства, которые вы используете, это какие-то обычные бытовые Android-смартфоны, или у вас там и железки какие-то свои промышленные? Ну, все зависит от продукта, то есть если мы говорим про обходы-ремонты, то у нас есть отдельные, мы закупаем телефоны, как я уже говорил, я могу тебе показать. Они как раз у нас тоже будут на стенде. Вот так вот это выглядит. Вау, слушай, это выглядит просто как кирпич. Кирпич, это такой большой кирпич, но его можно использовать при большом минусе, большом плюсе, он не искрит, и, ну, мы точно уверены, что все как бы будет хорошо. Офигеть, он, наверное, еще и противоударный. Он, его можно бить, кидать в людей. Если у вас сейчас уроню, ничего не произойдет? Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Офигеть, падает просто как такой солидный кирпич. Это мега круто. Скажи, вот при разработке мобильных приложений для таких девайсов, вот это как там дополнительные сенсоры, меньший экран, вот как мобильный разработчик, мобильному разработчику? Нет, это стандартный Android. Наверное, какая-то очень старая версия Android, 3.0, 4.0. Да, там не самая последняя версия Android, к сожалению, это один из минусов. Но, опять же, это одна из частей, да, то, чем мы занимаемся. То есть, помимо того, что мы делаем какие-то продукты для реального сектора, у нас есть, вот я рассказывал про, чем я занимаюсь, корпоративная сеть. Это продукт, который ты можешь поставить на свое устройство, где ты можешь взаимодействовать с коллегами, где идет какая-то коммуникация на разные темы. То есть, мы внедряли продукт на одном из предприятий. Как раз была уже веб-версия, мы приезжали именно с мобильным приложением, у нас было небольшое промо. Мы рассказывали, показывали, собирали обратную связь с пользователем. И, если не ошибаюсь, мы были в Томске. Так как Сибур работает по всей России, то как раз вот коммуникация между предприятиями, это тоже очень важно. И мы приехали в Томск, и пришел такой взрослый мужчина и говорит, блин, поставьте мне мобильное приложение, я с мужиками из Тобольска общаюсь, у них похожая сфера деятельности. И они сделали группу, где они как раз делятся какой-то экспертизой по поводу того, как работать с этой установкой. Откуда-то она приехала, какая-то новая установка. И он говорит, блин, мне неудобно постоянно с компа, поставьте мне приложение, я вот как бы хочу с ними общаться через мобильное приложение. Да, вот такая, конечно, возможность прийти к своим пользователям и поговорить с ним. Да, это очень круто. Это очень круто. И это, когда ты делаешь какие-то веб-решения или там консюмерские решения, у тебя сотни тысяч пользователей, но ты о них ничего не знаешь, ты не можешь к ним прийти. Ты можешь делать какие-то АБ-эксперименты, но это совсем другое. Серёж, спасибо тебе огромное. Мы записывали это всё в прошлом. Тем не менее, сейчас в настоящем мы с вами на конференции. Приходите на стенд ко мне, приходите на стенд Сергея, где он покажет вам вот это вот всё оборудование. Вы сможете так же, как и я, уронить этот кирпич, убедиться, что он падает как кирпич, полу тяжело кирпичу. Нет. И много всего ещё про специфику мобильной и не только мобильной разработки в реальном секторе. Можно добавлю. У нас много действительно на стенде всевозможных эвентов, и можно будет посмотреть, как работает предприятие, поэтому, мне кажется, будет интересно. И до встречи на Автопате. А сейчас хорошего вам доклада. Автопате